Так, ну и что, мы уже в онлайне Дорогие мои ящеры, дикобразики Пушистики и прочие обожаемые мной люди Оу, я вижу, что пошел онлайн Я вижу, что это случается Отлично, отлично Ну-ка, задержечка 20 секунд И я уже вижу сам себя в ютубе Отлично, все пошло Дикобразики в бой Вперед, давайте сейчас пока мы собираемся Я положу болт на авторское право Давайте что-нибудь бодрящее такое Да, давайте, разогревочка, разогревочка Во Это нормально Это хорошо Мне сегодня положительно все Отлично Вообще хорошо Давайте я сейчас чем-нибудь другое Ну-ка Так, ну-ка, будем палить Сейчас палим саундтрек к будущим сериям Но это пушечные треки, ребят Я выключаю телефон Это хорошо Все, отключить питание Больше он нам не нужен Подходим, подходим, не стесняемся Сегодня будет нормально Рейндж-ровер, ребята Все нормально Это не Боб Марли Короче, сегодняшняя миссия такова Пока все только подходит У меня еще сейчас смотрят ноль написано Но кто-то вроде комментит, значит все-таки не ноль Сегодняшняя миссия такова У нас стрим по случаю 400 тысяч подписчиков на основном канале По этому поводу я сейчас, наверное, поеду Поскольку я уже завелся, я в машине Ехать теперь не сложно Я поеду в сторону биржи На стрелке Васильевского острова Если кто хочет, подтягивайтесь туда Заодно и заобщаемся Проблем никакой быть не должно О, у нас 4 в онлайне Ничего себе У меня так стрёмно все это обновляется Честно говоря, и так не вовремя Сейчас мы даже запустим гоупрошеньку Что потом этот стрим может даже и выложить Скажи спукимун, спукимун Это что-то из видеоблагеров, по-моему Что-то из Омского ТВ или оттуда Не очень узнаю фолклор Опа, засинхронились Теперь у нас пишет и гоупрошенька И сам Ютуб Рейнджик, ооо, Рейнджик, да, ребята Именно он, Рейнджик Погнали колбасу Отлично Наваливаем по райончику вообще уверенно Так хорошо, когда с таким настроением Ты наращиваешься по району На такой тачке С такой музыкой Вообще положить так Еще надо стекло опустить Вот так вот Вот так руку вытаскиваешь еще Все Вообще насрать Вот так можно ездить Кругами Прямо вышка, ребята Вам, наверное, только ни черта не было слышно Из-за музыки Но в целом По красоте вечер Прямо вообще Теперь он не будет видеть комменты Вижу комменты Почему? Я комменты читаю вот так Когда стою по-ящерски Так что все нормально Я только не вижу Сам себя Как я поставил камеру О, я даже более-менее поставил камеру Ничего себе Я прямо Слушайте, какой красивый мужчина Прямо А, на выданье Традиционный привет от парней с ЕКБ Привет парням с ЕКБ Костя, где Фронтера? Фронтера стоит Заглуши ВК Очень ценный коммент Все, заглушил ВК Извиняюсь Авторское право Не забывай Не забываем авторское право Фронтера стоит дома Во дворе Все огонь Фронтера ездит Давай, давай, давай Музло, музло, музло Музло, отлично Короче, едем на стрелку Васильевского острова Где будет встреча с подписчиком Три, четыре Нормас Потому что в этой тачке, ребята Все охрененно Я от нее прусь Сидишь, как король Трек не скажу, ребят Трек это все спойлеры из будущих серий Ближайшие серии Буквально видосы Выйдут с этими треками Все огонь Я вам говорю Музло качает Климат работает Печка жарит Вечер, огонь Ну что ты встал Давай, наваливаем Вот так вот Выхлоп долбит по ушам Все прямо отлично Скорость космос Где-то под 90 Ой И лежачие полицейские Нас не парят Лежачие полицейские Вот сейчас были Лежачие полицейские Если кто понял Вот что мне нравится В этой тачке В том, что ей Положить абсолютно Абсолютный комфорт При максимально возможном Второй спойлер При максимально возможном Количестве дорожных покрытий Тебя ничего не парит Она тебя несет Вообще И подвеска реально не ломается В отличие от Икса Стреколовского От этого дынища В пластидипе Не ломается подвеска У этого дынища И не в пластидипе Подвеска просто вечная Я не знаю Чуть-чуть другие рычаги Они совпадают Но геометрия чуть-чуть другая И все уходит Реально Я как купил Два сайлентблока Поменяли Вот там где-то Посередине лета Никаких проблем Ничего не люфтит Ни цокает Ни бричит Космос На последнем сервисе Поднимали Посмотрели Все как нулячее Вот это Ребят Рейджровер А весит Тяжелее Икса А подвеска Ну Геометрически Очень похожа Но все-таки Чуть-чуть Рычаги отличаются Отличается угол Крепления шаровых Еще там Чуть-чуть Ну а вот такая вот Настройки Амортизаторы Другие Пацаны Подскажите Фильм норм Фильм норм Прогулка Космос Как предчувствие Я легенда И недавно Хотел я пересмотреть Особенность Национальной охоты Мой любимый фильм Что за дичь он втирает Он втирает Дикую дичь Потому что Повторяю всем Вновь прибывшим Мы едем на стрелку Васильевского острова С целью провести Там встречу подписчиков Если кому надо Подтягивайтесь Вы все равно Меня там найдете И зафотографируйтесь Как с последней Обезьянкой Из зоопарка Про сумму 400 тысяч На канале Я говорил По моему Когда мы пилили Стрим Про 300 тысяч На канале Это было не так давно Кстати И я тогда вам говорил Что не очень Не люблю цифру 400 Вот почему-то Не вызывает Она у меня Никаких абсолютно Колыханий Что 400 Что 300 Я люблю цифру 500 Вот 300 И 500 Меня будоражат Даже 350 Было хорошо 400 Не знаю Ну четверка Видимо не та цифра Которая Какие рельсы Которую я люблю На самом деле Ну тоже неплохо С другой стороны Прогресс Налицо Я не верил Что я до конца года Наберу 400 тысяч Я их набрал Какие-то Немыслимые Для меня Значения Вообще не ожидал Что столько будет Хорошие при этом Просмотры Аказия Видосы выходят Почти в 500 тысяч Посмотрим Как сейчас Третья часть зайдет Это удивительно Потому что Минимальными средствами Простой машиной Ну самое главное Простыми эмоциями Понимаете Мы вам показываем Что можно делать Прикольные вещи Вот нам Вперлось с Аказией Делать то Мы сделали Нам больше Реально ничего не надо Кто там что скажет Какие там будут Комментарии Положи Потому что Мы прежде всего Делаем то Что нам нравится Самим Все Остальное Нас вообще не интересует Поехали через кладбище Мне кажется Это нормальная тема На кладбище Только нельзя Лупить в отсечку Из этических соображений А в остальном Там пробок меньше Это тема Ой Рейдж Рой Сто раз говорил Еще раз скажу Чем мне нравится Эта тачка Она не идеальна Есть тачки лучше И быстрее И комфортнее И технологичнее Легче Но все мы цепляемся Как и к женщине Не за какие-то Абсолютные значения Не за самые длинные В мире ноги Не за самое красивое В мире лицо Не за самые роскошные В мире волосы И не самый лучший В мире характер Суть Как вы понимаете Не в этом Суть В совокупности Качеств В том Что однажды Все это сошлось В одном месте И именно это вам понравилось Так же и с этими машинами Они Не знаю Какая-то эргономика Расположение Геометрия Выворот Колеса Радиус разворота Здесь все почему-то Именно такое Каким я себе С детства представлял Именно в классной машине Вот такое здесь все присутствует Ничего себе Кто у нас там Клик он кар Поздравляю Константин Миша Кульдяев Постоянный наш зритель И коллега И мы обогнали Форд Фокус Номера 555 Аза-за-за-за А у нас три мочки И милиция по левому борту У нас Кого-то схавали На заправке люди Ну-ка дадим им Побольше выхлопа Вот так вот Чтоб милиция чувствовала Что мы это явно не нарушаем Да Что у нас все хорошо Красота какая 110 км в час Ничего себе Я разогнался Это было видимо зря Опять же Машина не дает Ощущение Такого адового скорости Ты совершенно не понимаешь Валишь ты или не валишь Потому что Что 70 Что 120 Воспринимаются Примерно одинаково Драйва Вы от этой тачки Реально не получите Но хочется комфорта И он здесь есть Это самое главное Связь плохая Возможно связь плохая Сейчас доедем до места Связь будет чуть получше Поэтому Не перестаю повторять вам Всем огромнейшее спасибо За то что вы все это смотрите По сей день Среди вас конечно Очень много долбанов Но гораздо больше Хороших людей И именно эти хорошие люди Тащат Они дают нам настроение Они дают нам эмоции И дают нам шанс Как-то продвинуться дальше Что-то для вас запилить У нас по прежнему еще есть онлайн И именно этим людям Хочется сказать огромное спасибо И кстати Отдельнейшее всем мега спасибо За то что вы терпели Мою последнюю выходку На втором канале Где я просто запилил треш Мне очень хотелось записать Какое-то Знаете Есть настроение записать видео Но о чем ты не знаешь И если сейчас что-то из себя выдавливать Если как-то мучиться И делать что-то вот просто Чтобы это было видео Это будет наиграно И вы опять скажете Что это все для просмотра Что это все для бабла Чтобы это все Отбить рекламу И так далее Я подумал А что я парюсь Мне хочется записать видео И я просто запишу видео Ни о чем Потому что мне захотелось Вот порыв Понимаете Душевный Днище Мы все это записали Я это залил И я когда открывал доступ Я понимал Что мы делаем Явно что-то не так Но я же уже все это записал И в конце концов Будь мужиком Сделал Дожимай Мы сделали Дожали Выложили Зажмурились Я закрыл на час Вообще Ютуб И ВК И ничего не читал Мне было страшно Я думал Что я сейчас открою А там Все точно Отпись пошла Какие-то дизлайки И так далее Космос Открываю через час И офигеваю Просто вечер Затейливых комментов Столько оказывается Шутников Стольким людям Есть что мне сказать По поводу моего Днища ролика Всем до этого Есть дело Всех с этого прет Ну не всех Там дизлайков Все равно Больше нормы Там их процентов 15 Ну и лайки прут Понимаете Это незабываемое ощущение Я понял теперь одно Что если мне Однажды будет Очень скучно вечером Я запиливаю на второй канал Какой-то трэш И просто читаю комментарии Потому что Все-таки Мудрость народная Ее не победить Она Такие перлы выдает Но реально Очень смешно То есть Это тот случай Когда ты от комментариев Получаешь Неописуемое удовольствие Тебе абсолютно круто Сколько Затейников всяких Просто Это невероятно Ребят Спасибо вам огромное Поклон вам Можно сказать Земной И оставайтесь Такими же Трольте Уничтожайте Проявляйте язву И шутите до последнего Это мой вам совет Это Ну У меня Были потрясающих Два последних вечера Просто я читал эти комментарии Да меня и убивают И благодарят И все Огонь И прочее Ну вообще классно И главное Так с юмором Такие все Вот так Изысканно Унижают Понимаете Что прямо аж Радуешься Вот интеллекту людей Который весь направлен На троллинг Да это же классно У людей Голова заработала Прямо Они стали Как-то въедливо Въедливо реагировать Супер Позвони Жоре Мне кажется Жора сейчас День и ночь Только и делает Что колбасит Вест Что И потом знаете Очень плохая примета Звонить другому блогеру И говорит Чувак У меня много подписчиков На канале Поздравь меня Потому что Подумают Что ты понтуешься А мы не понтуемся Тем более Нам до Жора Еще извините Береть и береть Что-то антирадар А ну да Антирадар Излюбливается Что мы 100 км в час Убьем Конечно Антирадару Это не нравится В общем Поэтому Зачем звонить Маэстро Отвлекать ему Я ему позвоню Мы с ним Очень часто Переписываемся Очень хороший человек И он сейчас Колбасит День и ночь Весту Я думаю Пилит ролики Чтобы быстрее Быстрее подавать Материал Потому что Происходит то Что И я говорил Произойдет Потому что Каждый Ящер Каждый Музила Ну или проще говоря Обязательно купить Весту Или снять на нем Тестдрайв Сейчас все будут Снимать Весту Все будут покупать Весту Все будут Тюнинговать Весту Все будет Веста 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 там Веста первое ощущение Веста второе ощущение Веста мы заправились Меня стошнило в вести Мне захотелось в туалет И это была Лада Веста Я заехал в Макдональдс На Лада Невероятно И вот это будет происходить Постоянно Понимаете И это будут Как правило Делать те люди Которые ни хрена Не понимают в тазах Как правило, это или зажравшиеся журналисты, но и по сравнению с Жорой просто вообще никто никогда ничего не понимает в тазах. Поэтому у нас есть реально один отец тазов, еще есть Влас Прудов, который тоже отлично понимает машинку. От этих двух кексов я реально жду обзор Весты, и вы сами понимаете, что это будет обзор совершенно в уникальном ключе. Они вам ни черта не будут рассказывать про объем багажника и про кресла, которые не усрались вообще никому. Они вам будут говорить, что с ними можно сделать, как это технически реализовано, где косяк, где не косяк, как это относительно предыдущих тазов хорошо. Они же каждый винтик помнят, как был там. Если здесь что-то будет не так, они об этом расскажут. А если здесь нас решили налюбить и сделали так же, они тем более про это расскажут, понимаете? Вот эти два человека, это платина тазоводческого вообще движения Ютуба. От них я жду просто все. Влас Лох. Да пусть, говорите что угодно, пусть лох, не лох, но то, что влас шарит в тазах, отрицать нельзя, понимаете? И как бы вы к нему негативно не относились, когда этот человек подходит к тазу, его надо слушать. Это объективно. Про жору можно сказать то же самое абсолютно. Пусть они конкурируют, пусть они не спорят. Они оба во многом неправы, это не важно. Для меня, как для пользователей, я ни с кем из них не ссорился. Я с ними, с обеими общаюсь. И оба они для меня авторитеты в мире тазов. Только они. Все остальное, честно говоря, меня вообще особо не интересует. И этих парней, если они решат заняться Вестой, не перебить никому и никогда. Потому что, ну как вы перебьете человека, который всю свою жизнь ездил на тазах, посвятил им 90% своего времени, все перебрал. Но он реально в теме. Развал на Аку. Да, ребята, вот сейчас посмотрел видео, почитал ваши комментарии. Кстати, за отзывы по Аке отдельный вам лайк. Лайк прямо царские вам, подписчики. Сколько бы я вас не обзывал дикобразами, поверьте, я говорил это раньше и скажу это еще раз. Если бы не подписчики, не было бы меня, не было бы Ютуба, не было бы никого. Поэтому все держится на вас. Следующая серия будет целиком основана на ваших комментариях. И развал на Аку я думаю, что я сделаю, потому что задние колеса хочется домиком. Мне сказали, что это шайбами делается, там надо пол... Ну, ось просто снимается барабан и нижние крепления оси ставятся на шайбы. Очень просится. И может быть проставочки, чтобы колеса буквально вот на 5 мм еще вышли. В данный момент разварка сделана 2,5 дюйма. И я специально для вас, это одно видео. И следующая понторезка будут без рекламы. То есть стандартная реклама в начале. Это прерол. И не будет рекомендаций в самих видео по сервисам. В Аке просто, чтобы вы отдохнули. И потому что я реально... Ну, там тонировка, Васяй. Вот надо всем, надо сейчас добавить ссылочку на Васяй на тонировку. Ну, Вася просто кореш мой. Я Васю знаю 17 лет по тонировке. Он заслуживает пиара вообще какого угодно. Мы на него ссылочку вставим. Но я в видео этого не говорю, чтобы вас не напрягать. В понторезке не будет рекомендаций сервисов. Потому что я сто раз говорил, у меня не реклама в видео. У меня рекомендации этих сервисов, в которых я скажу, что парни, здесь можно чиниться. Так вот, в ближайшей понторезке, вы сами поймете, почему скоро там рекомендаций сервисов не будет. Потому что... Ну, потому что вы все увидите сами. Потому что у нас все по-честному. Кто бы что ни говорил, что я там продался и максимальный зашквар. Нет, ребят. Если я не могу рекомендовать сервис, я его не буду рекомендовать ни за какие деньги. У нас сейчас рекламодателей, наверное, процентов 40 сразу отскакивает. Вот этот Eastern Union у нас тоже просили. У нас очень много, кто просит пропиариться. Мы их не пиарим, потому что не очень подходит нам по качеству, по уровню. Ну и, скажем так, если я не согласен с какой-то деятельностью рекламодателя, я не могу на видосе сказать, что чуваки, давайте туда подпишемся, и все, и будет круто. Ну, но это нереально абсолютно. Зачем это? Тем более, что рекламодателей много, стоит очередь. Но смысл мне прогибаться перед одними, когда я могу не прогибаться перед другими. То есть пока, пока что жизнь делает из нас таких вот разборчивых людей. Жора в студию. Да, Жора, Жора, Жора классный чувак. Все подписываемся на Жору. Я просто выключил уже телефон, чтобы он не разрывался, не звонил постоянно. Потому что как только у меня начинаются стримы, все, кто знает мой телефон, сразу решают, что нужно срочно дичайше меня набирать, звонить и о чем-то со мной разговаривать. Кстати, у меня сегодня есть настроение поговорить больше для вас, нежели вплетать сюда какого-то еще человека. Пусть даже и достойного. Здоровья тебе, брат. Здоровья тебе, Егор Семышкин, кстати. Здоровья пригодится в такую погоду. Кстати, умудряюсь не болеть. Этой осенью и уже наступающей зимой я проявляю какие-то чудеса иммунитета. Я вообще болею редко. Наверное, раз в год. Но вот прямо сейчас что-то бах и не болею. Не знаю, прямо мне нравится. И стараюсь себя беречь, хотя работаем на улице. Погода в Питере, ребята, каждый день. Плюс два, плюс три, снег, абзац. Ничего не вылезти, не поснимать. Радует то, что мы сейчас по большей части снимаем все-таки на сервисах. Это радует, что мы снимаем на сервисах, понимаете. Максаем вот так вот тысячи, но зато в тепле. Ну вот, что поделать. Видите, у нас уже свои какие-то радости очень извращенные. Повторяю еще раз всем. Едем на стрелку Васильевского острова. Уже подъезжаем. Едем за биржу, где будет проходить встреча с подписчиками сейчас. И, наверное, когда встреча с подписчиками начнется, мы стримчик прикроем. Потому что то, что происходит на встречах с подписчиками, остается на встречах с подписчиками. Мало ли там какой инсайт я салю по-панторецки и так далее. Ну, может, люди что-то и сами увидят. Где часы? Сегодня в других часах. У меня двое часов. Эти одни недорогие, подаренные очень хорошим человеком. Они мне очень нравятся. И вторые, недавно подаренные спонсорам, просто так их не надо пиарить, которые смарт-часы. Смарт-часы мне очень нравятся. Они очень прикольные. Но они иногда развивают нервоз. Потому что на них приходят сообщения из ВК, и в этот момент часы вибрируют. И когда эта вибрация на кисти происходит слишком часто, ты начинаешь постоянно о ней думать, отвлекаться. А это просто часы, которые просто показывают часы. Не поверите, это очень классная опция. И, в принципе, я всегда часы носил исключительно для этого. В смарт-часах есть преимущество, когда я не сфокусирован, скажем, на ведении какого-то ролика или с кем-то общении. Еду сам с собой. Очень классно, когда именно смарт-часы. Никогда не понимал, пока не подарили мне такие. Привет из Минска. Привет Минску. Когда Фронтеру капиталить будешь? Фронтеру должен капиталить Тема из Автопрофи. Вот давайте найдем Артема Карпова в ВК из Автопрофи и скажем ему, Тема за капиталь очкарику Фронтеру. Потому что он залюбил. Мы уже столько раз договорились. Бабки есть, все платим. Но у Темы вроде как очередь. Ну, короче, ждем очередь. Пока ждем, ребят. Пока Тема там не рассуетит очередь, Фронтеру мы хрена от капиталя. Потому что кроме Темы я ее никому отдавать вообще не хочу. Тема, One Love, чиниться буду только у него. То есть чиниться буду не только у него, потому что у него очередь. Мне ни хрена у него не подчиниться, когда это надо. Но когда есть время ждать, я буду ждать Тем. Если считаете, что это реклама, или считайте, что хотите, но мне нужно хорошо сделать тачку. Вы сможете сделать только тюро. Арифметика очень простая. Когда зимний оффроуд? Ждем. Когда начнется зима или просто в течение нескольких недель, я думаю. Потому что оффроуд давно пора, давно надо. Без него никуда. Блин, мы за троллем присели. Тролль у нас не спешит обычно. Тролль – это троллейбус на питерском жаргоне. На моем, вернее, жаргоне. Даже не на питерском. Мы пойдем его. И мы уже почти подъехали на стрелку. Сейчас, наверное, Стремчанский-то и рубанется. Какое-то время я еще проведу. И... Начнется сама сходочка. Ну, сходочка, я думаю, будет не быстрая, ребятушки. 22.59 у меня на часах. Я даже вовремя приехал на сходку. Какой космос. Я думаю, там сейчас будет 2,5 человека. Смотрите, вы сами увидите это на стриме. Рубрика, знаете, опять никто не пришел. Это мы с Саней когда ехали с Владивостока. Ну что, Саня, наверное, сегодня опять никто не придет. И мы все ждали, что никто не придет. Так, 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 так. Что-то там все запарковано тачками. А где же очкастому встать? Ой, и никого нет на стрелке. Ну, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи, все будет замещать. Так, слушайте, а у меня есть подозрение, мать вашу, что тачки припаркованы здесь не просто так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, мы встряли. А тачки-то припаркованы. Ё-караны бабай! Тачки припаркованы были. Это не просто парковка. Это какие-то странные люди. Воу-воу-воу-воу-воу. Они, оказывается, ждали меня. Это капсдец. Рубрика «Опять никто не пришел», не прокатила. Давайте, у меня есть сразу несколько вопросов к одному человеку. К одному человеку. Сейчас я вам его покажу, пока меня не порвали в клочья. Здорово. Так, надо нам валить проездку. Ребятам, кстати, а у вас есть... Ну, что поделать? Ну, в любом стриме должны быть немножко плохие новости, потому что то, что было на сходках, остается на сходках. Всем огромное спасибо. Это было 400 тысяч подписчиков. Дикобразики, вы все молодцы. Кстати, 24 минуты, какой-то наичный быстрый стрим у нас. Всем вам огромной удачи и пока.